Вот эти деревянные дома, они там остались. Они, конечно, портят вид, наверное, не только нам, но и вообще в этом микрорайоне. Окна квартиры в новом доме Лилии Галимзяновой как раз выходят на сторону этой неприглядной постройки. Её снесут, рассказывает председатель правительства. Участки уже выкуплены. Разговоры о благоустройстве прилегающей территории – хороший знак. Ещё совсем недавно обманутые дольщики требовали только одного – побыстрее достроить их дома. Было отчаяние. Мы пережили ужас. Ужас, страх, отчаяние, разочарование, потому что отдаёшь деньги и отдаёшь, в большей части люди отдавали заёмные средства. Либо банки, либо предприятия давали. Приходилось ущемлять себя, жить в условиях стеснённых, либо квартиру снимать, либо там с родственниками проживать. Эта история длилась 7 лет. Дома начинали строить ещё в 2014 году. К концу 2015-го дольщикам обещали вручить ключи. Но застройщик башкирская компания «Интеграл» свои обязательства не выполнила. Возобновить строительство удалось только осенью 2019 года. Сегодня привлечённый застройщик показал главе и будущим жильцам готовые под отделку квартиры. Ключи начнут вручать уже в конце этой недели. Эмоции были абсолютно оправданы. Люди свои вложили деньги не только на этом объекте и на других. И, к сожалению, нам не удалось в те сроки, которые мы изначально для себя поставили, всё сделать. Но мы однозначно знали, что всё преодолеем, все эти технико-юридические преграды. И так или иначе все объекты завершим. В итоге придём к тому, что у нас реестр обманутых дольщиков обнулится. В реестре пока ещё остаются 386 обманутых дольщиков на 8 объектах. Дом Долгостройной Петрова обещают сдать во втором квартале этого года. Проблемы тех, кто вкладывался в жильё на автономной, в районе сельхозвыставки, а также на улицах Мира и Летний в Завьяловском районе решат через фонд защиты прав граждан. По самым сложным объектам на улицах Орсовска и Соборова тоже найдено решение. Застройщику предлагают земельные участки, а он со своей стороны обязуется предоставить дольщикам жильё. На сегодняшний момент из 179, 25 дольщиков восстановленных в своих правах, мы продолжаем поиски земельных участков, пригодных для жилищного строительства. Ещё один объект, Толстого, 24, в бюджете этого года заложена сумма в размере 40 миллионов рублей для того, чтобы компенсировать гражданам их проблемы. Сейчас в республике на стадии строительства порядка 100 многоквартирных домов. Чтобы история с обманутыми дольщиками не повторилась, правительство Удмуртии совместно с прокуратурой следят за каждым строящимся объектом. К тому же большинство застройщиков перешли на безопасный для дольщиков механизм эскроу-щитов. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости.